Привет, друзья! Это Оперштаб, меня зовут Алексей Ильяшевич. Хочу поздравить Украину с большой дипломатической победой. 30 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко признал Крым российским. Крым де-факто, я тогда еще сказал, де-факто. Это российский Крым. Тогда, по-моему, был, не был референдум, я не помню. После референдума и до юра Крым стал российским. Не для меня, не для Путина это не секрет. И более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет. В этом же интервью он сделал еще несколько резонансных заявлений, например, о размещении в Беларуси российского ядерного оружия, но все это должно было лишь усилить, так сказать, ударную мощь главной новости о Крыме. И вот что интересно, никакой истерики по поводу слов Лукашенко на Украине не наблюдается. Пока никто не призывает ввести против Беларуси новые санкции, никто не требует новых санкций от США и Евросоюза, никто не предлагает окончательно разорвать дипотношения с Минском. Хотя эта идея уже оформлена в конкретный законопроект, который пылится в парламенте без малого полгода. На момент записи этого ролика с украинской стороны был всего лишь один комментарий от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. «Я думаю, что нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого на различных медийных платформах Александром Лукашенко. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма России, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым – это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание». Здесь, конечно, Украина попадает в ловушку. Вот смотрите, Кулеба говорит, если Беларусь действительно признает оккупацию Крыма, а как Беларусь может это сделать, если Лукашенко якобы нелегитимный президент? Он не может говорить от имени Беларуси, и все его указы с прошлого года являются юридически ничтожными. Украина могла бы взять на вооружение именно эту идею. Дескать, нам вообще по барабану, что там делает гражданин Лукашенко, придет Тихановская и все вернет на круги своя. Но нет, Украина вовлекается в этот конфликт. И теперь ей придется отвечать на неудобные вопросы. Ну, например, как после такого можно закупать белорусскую электроэнергию и другие товары из Беларуси на миллиарды долларов? Мы что, размениваем Крым на экономическую выгоду? Давайте не забывать, главный противник белорусского электричества на Украине – это олигарх Ренат Ахметов, у которого сейчас острый конфликт с президентом. И вот как раз Ахметовские телеканалы и прикормленные эксперты будут объяснять Зеленскому, почему с Беларусью торговать больше нельзя. Но кое в чем я согласен с Дмитрием Кулебой. Вопрос признания Крыма со стороны Лукашенко еще не закрыт. После заявлений должны последовать определенные действия. Давайте начнем с того, что в новых учебниках по географии необходимо обозначить Крым как территорию России, открыть на полуострове консульство Беларуси, возможно, создать там торговое представительство, запустить прямое авиасообщение. Наверняка есть какие-то нормативно-правовые акты, в которых необходимо отразить признание Крыма. Ну и совсем скоро в Беларуси пройдет референдум по новой конституции. Думаю, будет справедливо, если в Крыму для проживающих там белорусов откроется полноценный избирательный участок. Тем самым Лукашенко действительно закроет рот Кулебе, которому нужны какие-то конкретные действия. Ну а в целом, повторюсь, это большая победа Украины. Она сама сделала все возможное для того, чтобы Лукашенко признал Крым российским. Поэтому желаю президенту Зеленскому не останавливаться на достигнутом. Есть еще, как минимум, Китай. Передаю слово вам. Пишите в комментариях, что вы думаете о признании Крыма Белоруссию. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. И ждите новых роликов. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok